Я вырос в тяжелых условиях. Мы были фермерами. Мы выращивали морковь, капусту и вообще все, что можно было вырастить в земле. Ты дрался против таких выдающихся бойцов, как Рошад Ивенс, Джон Джонс, Никита Крылов, Миша Циркунов. И на пятую ночь я понял, что побегу в Мексику во что бы то ни стало. Любят чужие грязные истории. Например, Гловер Тейшера кого-то избил на улице. Гловер Тейшера избил женщину. Людям нужно внимание. Я понимал, что один удар может все решить. Я говорил сам себе, мужик, ты должен нанести этот удар. Этот момент решит твою судьбу. Но я так и не смог, и это было большое разочарование. Моя весогонка занимает 24 часа. Моя мечта, что я когда-нибудь кого-нибудь приведу в UFC. Ему будут поднимать руку. По моему мнению и мнению многих фанатов в России, ты очень серьезный боец. Но о тебе очень мало информации. С 2012 года ты дрался против таких выдающихся бойцов, как Рашад Иванс, Джон Джонс, Никита Крылов, Миша Циркунов. Достаточно посмотреть чердок, и там одни выдающиеся имена. В России о тебе нет никакой информации. Только место рождения Минес-Жерайс, Бразилия. Я хочу познакомить тебя с российской публикой. Я знаю, что у тебя была довольно непростая жизнь. Знаю, что ты родился в маленькой деревне без электричества, где была только одна бензоколонка, и то в соседнем городе. Получается, ты вырос в полной бедноте, где не было возможности вырваться в лучшую жизнь. Там полная нищета. Но ты вырвался из этой нищеты. Туда, где ты сейчас. И это сильный пример для многих, понимаешь? У нас в России сейчас тяжелые времена. Многие люди будут искать выход, и ты для них будешь настоящим примером. Возможно, кто-то пойдет по твоему примеру восхождения. Ты дерешься в главном бою вечера UFC. Можешь рассказать подробно, где ты родился и откуда ты родом? Историю твоей жизни. Это Минес-Жерайрес. Не то деревня, не то город. Никаких дорожных знаков. Только одна дорога, и то по ней могли ездить только лошади. Это реально абсолютно деревенская местность. Там только фермерство. Я повторюсь, нет электричества, и не было совсем. Я вырос в тяжелых условиях. Мы были фермерами. Мы выращивали морковь, капусту, и вообще все, что можно было вырастить в земле. Что значит без электричества? Вы получали свет от факелов? Мы ходили с керосиновыми лампами. Мы брали керосин, делали фитиль и поджигали. Ходили в туалет и по другим делам. Но мы жили реальной жизнью. Мы шли спать, когда солнце заходило, понимаешь? И мы просыпались, когда солнце вставало. Это был самый правильный и натуральный сон. Когда мне исполнилось 12 лет, у нас появилось электричество в доме. Но у нас также есть деревни в России, где туалет на улице. Нет-нет, вот что, но туалет у нас был в доме. И только одна заправка? Да, но она была в городе. И мы туда ходили один-два раза за целый месяц. Каждый поход в город – это было событие. Но нам и не нужен был бензин. Все время я передвигался на лошади. Ты ездил на лошади? Хотя у отца в то время уже был фольксваген. И то у нас была машина всего пару месяцев. Мы продали ее за ненадобностью. Мы привыкли к лошадям. Да, это тяжелая жизнь. Я сам родился в деревне. Но я был в России, в Санкт-Петербурге. И там я был летом. Там были белые ночи. Было темно чуть-чуть, всего один час за всю ночь. Да. Наверное, ты видел разведенные мосты ночью. Это было здорово. Мне понравилось время, проведенное там. Ты был там на турнире М1. Я был с Педро Ризо, когда он дрался против Федора Емельяненко. Наверное, ты видел Путина? Да. Мы даже поздоровались за руку. После боя я пошел в раздевалку Федора, чтобы поздравить его. И там был он. И тебе охрана вот так просто позволила к нему подойти? Да, абсолютно. Там было все закрыто. Куча охраны. Но они знали, что я из соседней раздевалки. И они знали, почему я здесь. Они знали, что я с Педро. Какой рост у Путина? Около шести футов. Чуть ниже меня. Я думаю, они с Федором одного роста. Слушай, а когда ты поехал в США? Когда мне было 19 лет. Я жил на хуторе. Позже переехал в деревню. У меня был кузен, который занимался нелегальной перевозкой людей через границу. Через мексиканскую пустыню. Ты из Бразилии добрался до Мексики? Через все страны Латинской Америки. Через Колумбию. Мы шли до Мексики. И потом через пустыню перешли границу. Мы делали пять попыток прорваться. Ползли по туннелям. Не получалось. Кругом была опасность. Могли пристрелить. Потом на четвертую попытку нас кинул проводник. И на пятую ночь я понял, что побегу в Мексику во что бы то ни стало. И я прорвался через границу. И я оказался в США. Получается, что ты был в поисках просто лучшей жизни? Ты даже не думал о спорте и UFC? Нет, нет, я даже не думал об этом. Цель была попасть в Штаты. Заработать денег, вернуться домой и сделать жизнь хотя бы чуточку лучше. Понимаешь? Так делали многие из моей деревни. В 99-м году это было так. Такая была жизнь. Но тут я осознал, как Америка прекрасна своими возможностями. Плюс я женился на американской гражданке. Я начал тренироваться, а потом драться. То есть ты начал тренироваться здесь? В каком возрасте? В 22 года. То есть до этого ты даже не был в зале на тренировках? Никогда. И ты никогда не планировал подраться в мейн-ивенте? Нет. Но сейчас это уже шестой раз. Да, это одна из самых невероятных историй, которые я слышал. Слушай, там какая-то необычная история, как ты познакомился со своей женой. Вы познакомились, обсуждая бокс? Да, все так. Это был обычный спортивный зал. Мы начали разговор с того, что обсуждали бокс, и у меня был плохой английский в то время. Она знала тогда только бокс, понятия не имея о UFC. Мы говорили об Артуре Агате, Майке Тайсоне, о боксе. Сколько лет ты потратил на то, чтобы выучить английский? Да я и сейчас его не особо знаю. Я тоже самое. Ну а когда ты почувствовал себя более уверенно в английском? Ты знаешь, я познакомился со своей женой в 2003-м. Я приехал в 99-м, ну а в 2004-м или в 2005-м я говорил уже как сейчас. Я уже понимал каждое слово. И понимал, что мой английский требует совершенства. Но я все понимаю, и уже понимают меня. Мне достаточно, чтобы меня понимал Дана Уайт. Ты с ним разговаривал когда-нибудь? Да, я говорил с ним. Этот мужик великий промоутер. Каждый раз, когда я с ним разговариваю, я понимаю, какой он большой человек. Посмотри, что он делает. Как много он сделал для индустрии. Тут нет вопросов. Он к тебе относится отлично. Ты уже шестой раз дерешься в главном бою. Ты никогда не используешь треш-ток, как многие другие. Как ты к этому относишься? Многие себя продвигают за счет этого. Пиарятся. Но как ты думаешь, можно ли быть популярным без этого? Я этого не понимаю. Это противоречит моим внутренним взглядам. Я люблю посмотреть на треш-ток, потому что это разогревает интерес к бою. Бывают очень плохие треш-токи. Ты всегда должен быть осторожен с этим. Я никогда не понимал, когда касаются членов семьи, жен, детей. Когда боец цепляется с бойцом, это нормально. Они продвигают бой. Но вот я это не делаю. Мне это не надо. Я уже дерусь много лет, и это не мое. Я не знаю, сколько сейчас ты зарабатываешь. Но как думаешь, благодаря треш-току твои гонорары могут вырасти? Ты знаешь, драма притягивает толпу. Драма притягивает внимание. Люди не очень хотят видеть обычную счастливую жизнь. Это интервью завтра должно быть в интернете. После твоих историй у тебя будет много новых фанатов. Ну, в России и так точно. Это будет переведено на русский язык. Многие столкнулись с такими же проблемами, как у тебя. Это легко, когда отец или мать за руку приводят тебя в школу или в зал. Как правило, с таких людей ничего не выходит. Они, как правило, привыкли к легкой жизни и часто путаются с наркотиками и всяким дерьмом. Люди — это люди. Бывают, нормальные люди наблюдают и желают тебе удачи, понимая, что ты нормальный парень, но их небольшое количество. Как я говорил, большинство любит хаос. Любят чужие грязные истории. Например, Гловер Тейшера кого-то избил на улице. Гловер Тейшера избил женщину. Людям нужно внимание. Новости создают внимание, понимаешь? Он попал в аварию. Он принимал запрещенные препараты. Создается хаос. О, смотри на этого парня. Хейтеры его ненавидят и обсуждают. Конор Макгрегор, посмотри, что ему пишут. Ему пишут одно дерьмо. Но все фанатеют от него. И это внимание приносит ему деньги. И неважно, любят его или нет, он на слуху. Какой самый сложный бой в твоей карьере? Скорее всего, бой с Джон Джонсом. Потому что в этом бою я был невероятно близок к поясу. Я понимал, что проигрываю, но не мог нанести удар. Хотел, но не мог. Я был разочарован. Я травмировал плечо. Глаз был разбит. Тиква кровь. Но я все пытался нанести удар. Я понимал, что один удар может все решить. Я говорил сам себе, мужик, ты должен нанести этот удар. И этот момент решит твою судьбу. Но я так и не смог. И это было большое разочарование. То есть ты понимал, что он был сильнее? Да, я это четко понимал. Он дрался очень грамотно. Я ничего не мог сделать. Это меня и расстроило. Это меня и зацепило. Вот ты дрался пять по пять. Двадцать пять минут. И все это время ты оценивал ситуацию и думал, что происходит. Проиграл я этот отрезок или выиграл? Да он тогда был в кондиции чемпиона. В лучшей форме. Он так и не дал мне нанести удар. Я понимал, что я ни разу толком его не ударил. А у меня уже было порвано плечо и рассечен глаз. Я понимал, что я проигрывал третий раунд, четвертый. Но я верил, что есть шанс. И каждый раунд я говорил, ты можешь. Ты можешь нанести удар. Ты все еще желаешь подраться за пояс? Да, конечно. У тебя сейчас серия из трех побед подряд. После этого боя... После этого боя у тебя будет шанс подраться за пояс или нужен будет еще один бой? Я думаю, нужно будет драться еще один раз. Против кого? Как ты думаешь? Если я сейчас выиграю Энтони Смита, то это будет кто-то из топовых бойцов. Но пока точно сказать сложно. Я, конечно, хочу, чтобы это был ты. Но кто, кроме тебя, может победить Джона Джонса в этой категории? Это может быть Доминик Рейс. Тиаго Сантос. Энтони Смит. Это мог был быть я. Да, и не забывай Яна Блоховича из Польши. Он единственный, кто не дрался с Джон Джонсом из нас всех. Блохович очень хорош сейчас. До этого он плохо начал. Выиграл один бой из трех. Но сейчас он абсолютно переродился. И это совершенно другой боец на другом уровне. Скажи, что ты думаешь о Магомеде Анкалаеве? О ком? Ну, он дрался с Ионом Куталабой. О, да. Он очень техничный. Взрывной боец. У него свой стиль. Я не слишком много видел его боев, но он выдает очень быстрый стиль. Взрывной парень. Если мы вспомним этот бой с Куталабой, ты же его видел? Куталаба начал специально шататься, чтобы обмануть Анкалаева. Что типа у него стоячий нокдаун. Это вообще возможно? Да, я уверен, что это так и есть. И он играет роль в каждом бою. Даже со мной он это проделывал. Слушай, это интересно. Я никого не знаю, кто отличился подобным. Но если они будут драться снова, он все равно ему проиграет. Хоть по короткому фрагменту не судят, но его противник был лучше. Напомни мне его имя. Магомед Анкалаев. Да, да, Магомед. Точно. Скажи, пожалуйста, что ты делаешь в последние два дня? Что ешь? Как пьешь воду? Как гоняешь вес? В какое время ты просыпаешься? Ты просыпаешься сам или встаешь по будильнику? Ты не можешь спать целый день. В 10 утра начинается медиадвижуха с интервью и всеми делами. Прошлой ночью я уснул в 12, а проснулся в 8.30. Я ем каждый день 4 раза, но совсем по чуть-чуть. И только протеины. Никаких углеводов. Никаких углеводов вчера и никаких углеводов сегодня. За два дня до боя. Углеводы я заменяю небольшими батончиками протеина. За два дня я перестаю пить воду вообще. Но за три дня я выпил 11 литров. Три дня до боя. И сейчас я перестал пить воду, но мой организм все еще ее выводит через туалет. Сколько ты весишь, когда начинаешь гонять? 100 килограмм. И за сколько дней ты начинаешь сушиться? Ну вот сегодня, в понедельник, я 99.500. Подожди, ты что, сгонишь весь этот вес за один день? Да, моя весогонка занимает 24 часа. О, это очень круто. Ты все время дерешься с известными парнями. Например, Никита Крылов. Я стоял с ним в парах в Таиланде. Он очень сильный боец. Да, он выиграл у Джон Уокера. Что ты ожидал от боя? Я знал, что будет тяжелый бой. Если Джон Уокер ничего не сделает в первом раунде, то Никита Крылов выиграет. Потому что Джон Уокер – это боец первого раунда. После того, как ты попал в Америку, куда ты поехал? В Коннектикут. Но я уезжал тренироваться в Калифорнию, Чакли Дэйло. В то время, когда Чакли Дэйло был чемпионом? Да, в то время. У тебя сейчас своя школа в Коннектикуте? Да, у меня там школа. Сколько людей тренируется там? Около 200 человек. С трехлетнего возраста. И самой старшей женщине. 88 лет. Джиу-джитсу, ММА. ММА, джиу-джитсу и кардио тоже. Ты сам преподаешь? Нет, у меня много тренеров. Но я часто преподаю и сам. Я люблю это. Наверное, работа с детьми тебе по душе. Да, наверняка ты хорошо зарабатываешь в UFC и этим занимаешься для души. Да, я люблю это. И это перспективно. Моя мечта, что я когда-нибудь кого-нибудь приведу в UFC. Ему будут поднимать руку. И у него все получится. Благодаря моему опыту, которого я не имел в свое время. Что ты думаешь о бою Алексея Олейника? Он выиграл накануне. И мы взяли у него интервью. Слушай, ну он всегда меня вдохновлял своим поведением и воспитанием. Он очень скромный, очень простой. Он меня удивил тем, что побил Вердума в стойке. Он родился в СССР. На Украине. Его жена русская. Он получил российское гражданство и выходит на бой с русским флагом. И за это Украина запретила транслировать его бои. Что ты можешь сказать? Ты можешь это представить? Но это политика. Политика всегда была вне спорта. Ты очень похож на известного российского рэпера Басту. Василий Баста, я здесь. Я Гловер Тершера. Мы похожи с тобой как двоюродные братья из разных уголков земли. Однажды мы, может быть, встретимся. Спасибо тебе за интервью. Очень интересная история. Я надеюсь, ты получишь возможность подраться за пояс. Или просто будет следующий бой, и мы приедем к тебе и поговорим еще раз. До встречи и огромное спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok